Сегодняшний экспресс-обзор посвящается старшей модели в линейке биологических микроскопов бренда Optima BioFinder Trina. Четыре ахроматических объектива обеспечивают широкий диапазон увеличения. Сто-кратный иммерсионный объектив позволяет достичь увеличения более тысячи крат с высоким качеством картинки. А регулируемый по высоте конденсор AB со встроенной ирисовой диафрагмой создаст равномерное освещение образца по всему полю зрения. В конструкции конденсора AB предусмотрен держатель светофильтров. Правильно подобранный светофильтр позволит достичь лучшего контраста и четкости изображения интересующих участков образца. Тринокулярная насадка микроскопа позволяет одновременное проведение как визуальных наблюдений, так и наблюдений посредством цифровой камеры, установленной в специальный фотоканал. Заметим, что яркость светодиодной подсветки микроскопа несколько слабовата. Визуальные наблюдения со стократным объективом затруднены. Это объясняется тем, что пучок света делится между бинокулярной насадкой и фотоканалом. Но для наблюдений посредством цифровой камеры яркости хватает. Координатный предметный столик оснащен механизмами плавного перемещения препарата в поле зрения микроскопа. Это создает комфорт в наблюдении, особенно на большом увеличении. Также механизм грубой и тонкой настройки резкости существенно облегчает работу с микроскопом. Это особенно заметно при наблюдении с объективами высокой кратности. Обращаем внимание на то, что в линейку микроскопов BioFinder входят еще две модели, оснащенные монокулярной и бинокулярной насадками. У этих моделей нет фотоканала, поэтому яркости подсветки будет хватать и для работы со стократным объективом. Приведем несколько примеров изображений, полученных при помощи цифровой камеры 3 Мп, через объективы различной кратности. Заметим, что изображения при наблюдении глазом выглядят более четко и красочно. По нашему мнению, модель достаточно удачная по соотношению цена-качество возможности. Ее можно уверенно рекомендовать в качестве учебного микроскопа для школьника или студента профильного ВУЗа. Несколько огорчила недостаточная яркость подсветки при наблюдении со стократным объективом.